Как одно вещество чуть не погубило всё человечество? Это история о тихом убийце, которого официально запустили в производство по всему миру. Его появление чуть не свело на нет всё здоровое существование людей на планете, но кто-то вовремя одумался. Хотя скорее это была борьба за выживание, так как если бы не упрямство нескольких учёных, возможно всё пошло бы совсем по другому сценарию. О масштабах загрязнения окружающей среды вредными и токсичными веществами теперь знают все. Уже ни для кого не секрет, что атмосфера промышленных городов загрязнена выбросами тяжёлых металлов. Они присутствуют в воздухе, которым мы дышим, в воде, которую пьём, и в почве, где они аккумулируются корнями растений и попадают в круговорот веществ в природе. Именно поэтому токсичные вещества можно найти во всём, что нас окружает – в продуктах питания, в косметике и предметах интерьера. Если кто-то отравляется в детстве тяжёлыми металлами, всю оставшуюся жизнь придётся бороться с последствиями. Самый распространённый из тяжёлых металлов – свинец, кадми, ртуть, никель и олова. Особую роль играет отравление свинцом. Как так получилось, что на планете почти не осталось мест, свободных от этого тяжёлого металла? Как огромным корпорациям, благодаря их влиянию в правительственных кругах, десятилетиями удавалось производить вредную продукцию, получать многомиллионные доходы и отравлять окружающую среду? Из-за этой роковой ошибки американцы до сих пор страдают. Например, оказалось, что свинцовые присадки в бензине снижали умственные способности американцев. Это недавно выяснили учёные из США. Анализ крови показал, что содержание свинца в организме повышено на 90% у тех, кто родился в период с 50-х по 80-е годы, когда такие присадки широко использовались, а интеллект был понижен на несколько пунктов. Избыток свинца нарушает когнитивное развитие, а также повышает риск развития гипертонии и болезней сердца. И хотя от его использования в присадках большинство стран отказалось ещё в 2000-х годах, проблема загрязнения окружающей среды свинцом до сих пор актуальна. Но откуда вообще взялась эта проблема со свинцом и почему это началось в США? Тетраэтил-свинец. Металлоорганическое соединение, которое в 20-м веке было известно как антидетонирующая присадка к моторному топливу. Его эффект был открыт в США в 1921 году, и с тех пор присадки со свинцом распространились по всему миру. Хотя о тяжёлых последствиях отравления свинцом создателям стало известно практически сразу, производство и применение этилированного бензина продолжалось. Всё началось с Томаса Минджли, инженера и дженерал Моторс, который впоследствии стал президентом американского химического общества. Он изобрёл два самых разрушительных промышленных соединения прошлого века. Хлорированный фторуглерод, который является материалом в лаках для волос и пенах. И тетраэтил-свинец. Вот на втором веществе мы остановимся подробнее. Выпускник Корнеловского университета Минджли начал свою карьеру в 1916 году в компании Дженерал Моторс под началом заменитого Чарльза Кеттеринга. Проблемой, которой в начале 1920-х занимался Кеттеринг, была связана с детонацией, преждевременным самовоспламенением бензовоздушной смеси в цилиндрах ДВС. Это вредное явление, которое проявляется как стук или звон, приводит к неэффективной работе, повышенному износу и быстрому выходу двигателя из строя. Минджли выяснил причину. К детонации приводил быстрый рост давления смеси и предположил, добавить в бензин красный краситель, чтобы повысить поглощение тепла и улучшить испарение топлива. Это решение выглядело нелепым, но Томасу повезло, субботним вечером магазины уже были закрыты и единственным растворимым в бензине красителем, который он смог бы раздобыть, был йод, добавка которого полностью прекратила детонацию. Вскоре выяснилось, что цвет тут ни при чем, а настоящей причиной стали молекулярные свойства топлива. Вооружившись таблицами Минделеева, Минджли начал эксперименты и обнаружил закономерность. Многие из возможных кандидатов были отсеяны, и в итоге в 1921 году он остановился на тетраэтилсвинце. Токсичность соединений свинца была известна, но Минджли и Кеттеринг подсчитали, что эффекты будут незначительны из-за низкого содержания присадки в бензине, и вскоре для производства тетраэтилсвинца было создано совместное предприятие GM Standard Oil. Когда General Motors начали продавать идиллированный бензин, эксперты в области общественного здравоохранения усомнились в ее решении. Один назвал свинец серьезной угрозой общественному здоровью, а другой назвал концентрированный тетраэтилсвинец вредоносным и ползучим ядом. Но General Motors и Standard Oil игнорировали предупреждения, пока в октябре 1924 года не случилась катастрофа. Два десятка рабочих на нефтеперерабатывающем заводе в штате Нью-Джерси серьезно отравились свинцом из-за плохо спроектированного процесса работы. Примерно в то же время еще один из рабочих погибли, и еще несколько десятков стали инвалидами на аналогичных заводах GM по всей территории США. В мае 1925 года служба общественного здравоохранения США попросила GM, Standard Oil и ученых из сферы общественного здравоохранения принять участие в открытых слушаниях по этелированному бензину в Вашингтоне. Проблема, по мнению GM и Standard, касалась безопасности нефтеперерабатывающих заводов, а не общественного здравоохранения. В ответ на это Миджли провел пресс-конференцию, где, пытаясь доказать безопасность своего изобретения, в течение минуты вдыхал пары этелированного свинца. Все прошло неплохо, но после этого он втайне около месяца восстанавливался от отравления. Ученые в области общественного здравоохранения оспорили необходимость использования этелированного бензина. Элис Гэмильтон, врач из Гарварда, сказала, «Есть тысячи вещей, которые лучше добавлять в бензин, чем свинец», и она была права. В то время существовало множество хорошо известных альтернатив, и некоторые из них были даже запатентованы самими GM. Но никто в прессе не знал, как найти эту информацию, и служба здравоохранения под давлением автомобильной и нефтяной промышленности отменила второй день общественных слушаний, на которых обсуждались более безопасные присадки к бензину, такие как этанол, карбонил железа и каталитический реформин. Все было напрасно. Этилированный бензин продолжал доминировать на топольных рынках по всему миру. Чтобы выяснить, действительно ли распространение свинцовых присадок могло сказаться на развитии людей, детство которых пришлось на 50-80-е годы, исследователи из Университета штата Флорида и Университета Дьюка собрали исторические данные об использовании этилированного бензина в США, а также проанализировали результаты анализов крови на свинец и результаты тестов на интеллект. У 90% тех, кто родился в период распространения этилированного бензина, содержание свинца в крови оказалось выше допустимых значений. У тех же, кто родился после 2001 года, он был значительно ниже. В среднем воздействие свинца привело к потере нескольких пунктов IQ. Но самое интересное, что воздействию свинца в детстве подверглись более половины нынешнего населения США. На самом деле, еще в Древнем Риме знали, что отравление свинцом ведет к галлюцинациям, безумию и может убить человека. Попав в тело, вещество притворяется кальцием, за счет этого накапливается в костях и продолжает отравлять организм после первоначального воздействия. В 1920-х множество ученых из крупнейших американских университетов писали Миджли, предупреждая об опасности этилированного бензина. К ним никто не прислушался. Вещество использовалось десятилетиями, что вело к повреждению мозга, развитию хронических заболеваний и снижению умственных способностей населения планеты. Этилированный бензин в высоких количествах вызывал припадки и кому. Более того, из-за него повышался уровень преступности. Люди дышали выхлопами в детстве, свинец накапливался в теле, что разрушало центральную нервную систему. Это вело к тому, что во взрослом возрасте они становились более агрессивными и асоциальными. Множество негативных эффектов от вещества убивает по 600-900 тысяч человек ежегодно. Мир до сих пор пожинает эти плоды. В развитых странах историческое использование свинца в красках, трубах и бензине оставило обогащенными этим элементам воды, почвы и дома. Как показало новое исследование ученых из университета Флорида, воздействие свинца влияет не только на основные системы организма, но и ослабляет иммунитет, нарушает обмен веществ, провоцирует развитие рака и так далее. Параллельно к 70-м годам агентство по охране окружающей среды США решило, что от этилированного бензина лучше отказаться, поскольку он засоряет катализаторы автомобилей и приводит к еще большему загрязнению воздуха. Производители этилированного бензина возражали, но эти возражения были отклонены апелляционным судом. Опасения общественного здравоохранения продолжали нарастать в 70-х и 80-х годах, когда педиатр Питтсбургского университета провел исследование, который связал высокий уровень свинца у детей с низкими IQ и другими проблемами развития. Но ученые столкнулись с резкими нападками со стороны свинцовой промышленности, которая утверждала, что их исследования были ложью. Проблема со свинцом усугубляется еще и тем, что этот металл в прошлом столетии активно использовали почти во всех сферах жизни, в том числе в строительстве и при изготовлении красок. Многие водопроводы в США до сих пор содержат свинец и отравляют людей. Один из самых известных случаев произошел в городе Флинн, штат Мичиган. В 2014 по 2016 годы в городской водопровод поступала вода со свинцом, что привело к отравлению почти 12 тысяч детей и погубили 12 человек. Как однажды заметил ученый, изучающий отравление свинцом у детей, потребовалось два года, чтобы добавить свинец в бензин и 60 лет, чтобы избавиться от него. Договоренность относительно неприемлемой угрозы для здоровья человека с использованием этилированного топлива был достигнут с трудом, что повлекло за собой долгую борьбу между учеными и регулирующими органами и промышленностью. Вскоре научное сообщество пришло к выводу, что необходимо срочно принимать меры. В 1986 году под эгидой ООН начались дискуссии, а уже в 87-м представители более 200 государств подписали Монреальский протокол, запрещающий повсеместное использование хлор-фторуглеродов. Развитые страны прислушались к ученым и начали ограничивать производство этилированного бензина. В период с 1976 по 1989 годы в США его использование снизилось на 99%. В 1996 году вещество было окончательно запрещено в США, Японии и странах Западной Европы. В 2000 году примеру последовали Китай и Индия, а в 2002 – Россия. Однако в 117 странах мира машины продолжали ездить на ядовитом горючем, но поэтапный отказ от использования свинца оказался более трудным в странах с низким уровнем дохода. В 2016 году этилированный бензин был разрешен только в Ираке, Йемене и Алжире. В 30 августа 2021 года он окончательно перестал использоваться по всей земле. Это означает, что его больше не продают ни в каком виде, нигде в мире. Столетие использования этилированного бензина унесло миллионы жизней и по сей день загрязняют почву во многих городах – от США до Европы и России. Ученые уверены, что ярко выраженное воздействие свинца в раннем детстве останется отличительной чертой населения Соединенных Штатов в течение следующих нескольких десятилетий. Томас Миджли не дожил до 80-х. Еще в 40-х годах ученый заразился полимилитом, который сделал его инвалидом и приковал к кровати. Исследователь разработал специальную систему, которая помогала ему подниматься с постели. Но в 1944 году запутался в ней и умер от удушения. Историки писали, что он нанес атмосфере больше вреда, чем любой другой организм в истории Земли, а его тяга к нанесению вреда была практически зловещей. На этом все. Если было интересно, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под этим видео и переходите в наш телеграм-канал. Там тоже публикуются интересные материалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова